МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только поглядим, объектив. Вот, локол. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инструмент трудовой, грабли. Да, трудовой инструмент. Ну, это ежедневный, когда сенокос. И каждый год. На пенсию пошли, вот, три королки и с мужем. В один год пошли и трудимся. Ну, я вообще же сельский житель, тут родилась, выросла, и это меня тянет. В городе я не проставляю, вообще, по-честному. Как только дом продается, так тут купляют. Место святое, баркалабу здесь. О-о-о, как зовут? Майка. Но видно, как ты не очень хочет сниматься, да? А воднее настояли нафиг. Ну, я не знаю, где им показать это самое. Вот, гадро вынести это. И попробовать их. Ну, хотя бы несколько, немножко. Давайте. У-у-у-у! У-у-у! У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! деревня в летний сезон оживает зимой конечно и осенью немножко пустынно но летний сезон скажем так сказывается и природа и месторасположение поэтому скажем такая веселенькая деревенька здесь поля здесь луга здесь реки здесь днепр и лохва поэтому сама природа не даст себя отдать вот эту цивилизацию я думаю скорее всего что это останется все-таки деревенькой красивый у вас тут и живности ольга антон до целый километр вот стараемся я вот здесь живу в деревне залахвинья да это родная деревня вообще здесь родилась и выросла ну потом жила в россии российской федерации а ну мы жили мы жили в условиях к наверно крайнего севера во первых там там ничего этого не даже этой травы элементарно шаг влево шаг вправо ну конечно соскучились мы не всегда все решают деньги да это это есть такое немножко такое есть жизни есть немножко другие приоритеты когда тянет к своей родной земле когда хочется заканчивать жизнь там где ее начинаешь когда хочется ну уже жить наверно по другим немножко правилам что нам диктует жизнь не в условиях вечного ритма мегаполиса зарабатывание там и траты денег и всего а 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 и а а Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Здравствуйте! Тут прекрасная природа, богатейший уголок земли. Днепр, лохва, намоленный людьми уголок монастыря Баркалабовского с чудотворной иконой. Посмотрите, как здесь живописно, хотя ничего вроде бы особенного. И яблони, и вишни, и трава зеленая. Конечно же, здесь чудесный воздух, и очень-очень добрые люди. Папа, повеселее! Да? Повеселее! Вы сами знаете, что в жизни бывает все. И хорошие дни, и такие, и такие. Я счастлив с тем, из какой я семьи, и какая у меня семья большая. Я счастлив с тем, что у меня папа и мама были, и нас четыре брата и четыре сестры. Восемь человек детей. И все дожили с больших лет. Вот мне за девяносто. Мне здесь живется хорошо. Единственное, что мало вот так вот живого общения. Но меня не забывает никто. Ни внуки, ни правнуки, ни дочь, ни сыны. Людям я желаю счастья. Людям я желаю труда, радости, отдыха хорошего. Чтобы у людей было счастье всегда. Чтобы солнце светило, и не было войны никогда. Это очень важно. Потому что я воевал, хотя и молодой воевал как раз, на Балтике. Я моряк был. На Балтике повоевал. Срочную службу, семь лет только было у моряков. Но самое главное, чтобы не было войны, да? Конечно, не было войны. Чтобы вам радостно было приехать к таким вот, как я. Потому что такие дожилизы живут, общаются, радуются жизни. Теперь принадлежит деньголет, круглый, veux tasting, второй барак. Обратится, дожили здоровый, огромный. Вообще скоро Budget- students of the land by Балтик гипс-. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, а чем с курицей в руках? Слюбилась. Расскажи, кто у тебя в руках? Англия, английская курица. Любимая твоя? А имя у нее есть? У-у-у. Что, так и зовешь ее просто? Английская курица? У-у-у, просто курица. Давай знакомиться. Мы телевидение, а ты? Антон. Сколько же тебе лет, Антон? Семь. Скоро будет восемь. Что же ты здесь делаешь на гостиной в дворе? Ухаживаю за курочками, за собаками, за баранами. Но курица все-таки самая любимая. Да. Жесть. Он как-то слушается. Конечно. Много работы с ним. Собираю яйца. Кормлю, пою их. За цыплятами ухаживаю. А курочки тебя любят? Да. Откуда ты знаешь? Наверное. В довоенное время мой дедушка родом в соседней деревне. Ну и каким-то образом случайно понравились эти места. И случайно как-то мы приобрели еще в 98 году участок заброшенной, неплодородной земли. И в качестве дачи начали выустраивать эту землю. Ну профессия, конечно, честно говоря, не связана с землей. Я бывший военный. Отслужил 21 год продовольственной службе. Но тем не менее, если глубже задуматься, то все это за мной связано. Деревни, питание. Рай и не рай, это просто деревня золофения. Ну который, вот видите, что мы выращиваем. Виноград, ну у нас 8 сортов где-то. Столовый сортов винограда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приезжайте к нам в золотение. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok